Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня снова поговорим о новинках косметического рынка, что бренды для нас интересненького приготовили и стоит ли это наших кровно заработанных денежек. Редкая неделя в последнее время обходится без нового бренда от какого-нибудь селебрити или крупного блогера. И в этот раз не исключение, Марая Керри заявила о том, что откроет свою бьюти-линейку, свой бьюти-бренд с незамысловатым названием Марая Керри Бьюти, и пока это все, что мы знаем. Как вы относитесь к этой новости? Если честно, Марая Керри для меня очень спорный персонаж, она потрясающая певица, я ее старые песни до сих пор иногда включаю и поражаюсь, что человеческое существо способно извергать из себя подобные звуки. У нее, если не самый широкий, то один из самых широких диапазонов голоса на всем поп-соул, ритм-н-блюз пространстве, или, как сказали бы у нас в бывшем СССР, на эстраде. Но, к сожалению, мне совершенно не нравится то, какое направление имеет ее креативная сторона. Как-то так можно выразиться. Поет она совершенно потрясающе, феерически, мало кто может с ней сравниться по вокальным данным, но ее личный стиль как с точки зрения фэшн, с точки зрения моды, так и с точки зрения, как она как композитор свои песни пишет и выстраивает, и каким образом она как продюсер и соавтор, как минимум, своих клипов и выступлений на сцене вкладывает в это какой-то определенный посыл и какую-то определенную эстетику, мне совершенно не нравится. Так что для меня Mariah Carey как феномен делится как бы на две половинки. Одна — это ее потрясающие, феерические просто вокальные данные, и вторая — это ее внешняя эстетика, ее стилистика, которая мне совершенно не близка. И поскольку бьюти-бренд — это все-таки больше про визуальную составляющую и совсем не про вокальные данные, то я не очень много надежд питаю на то, что этот бренд выпустит что-то интересное. Правда, тут есть еще такой нюанс. Не всегда бренд, который делается с именем какой-то звезды, какой-то селебрити или какого-то блогера, отражает личный вкус этой звезды. Как мы видели на примере бренда Lady Gaga House Labs, где не очень сильно сопоставимы продукты, которые они выпускали в продажу, с тем, как красится Lady Gaga сама или как ее красят визажисты, так и тут, может быть, случится такая же история, и не будет сопоставимо то, как Mariah Carey одевается и преподносит себя и красится с тем, как... Ну, кстати, к ее макияжу у меня никогда сильных претензий не было, а вот к одежде и таким общим стилистическим образом, то есть комбинация тех процедур, бьюти-процедур, которые она с собой делала, плюс одежда, плюс прическа, плюс макияж, плюс аксессуары, меня вот это общее обычно совершенно не вдохновляет. Ну, в общем, пока ничего не известно, и кроме красивого баннера никакой информации нет. Напишите обязательно в комментариях, как вы относитесь к новому игроку в нашей песочнице или новой звезде на нашем бьюти-небосклоне. Ждете вы косметику Mariah Carey, и нравится ли вам ее личный стиль. Если косметика будет перекликаться с ее личным стилем, то для вас это плюс или для вас это минус. Если вам кажется, что вы видите здесь розовые уши, вам не кажется, у меня на коленке сидит кот, но я не знаю, захочет ли он подняться повыше и показаться вам или нет. Кажется, захочет. Ну, давай, залезай. Ну, давай, давай. Ну, вот так вот я буду дальше вещать с белым воротничком. К вопросу, кстати, о бренде Lady Gaga выходит новая коллекция. Она вроде как рождественская 2021 года и называется Casa Gaga Italian Glam. Визуально совершенно не похоже на то, что бренд House Labs делал до сих пор, но это и неудивительно. Если я правильно понимаю ситуацию, выпуск этой коллекции приурочен к выходу или, по крайней мере, перекликается с выходом нового художественного фильма, который называется Gucci или House of Gucci, я не помню точно, но, короче, рассказывает о модном доме Gucci, и Lady Gaga там играет одну из главных ролей. И думаю я, что наверняка были переговоры между Gucci Beauty и Lady Gaga о том, чтобы сделать какую-то коллекцию. Сейчас очень любят делать такую косметику, которая в то же время мерч к какому-то интересному фильму или там игре или еще к чему-то. Но, очевидно, переговоры не удались. Мне кажется, это упущенная возможность. Но зато бренд House Labs выпустил вот такую вот коллекцию. Я не особо заинтересована, потому что проблематично весьма купить эту косметику. И на первые запуски отзывы были, мягко говоря, посредственные, неоднозначные, так скажем. Не было такого тотального принятия этого бренда, тотальных похвал. Очень много было полярных мнений от любви до абсолютной ненависти. Так что я этот запуск пропускаю. Вот если бы Lady Gaga действительно с Gucci сколлаборировалась, мне было бы гораздо сложнее устоять, хотя и Gucci проблематично купить у нас здесь. Ну и последний селебрити, блогерский бренд. Но в данном случае мы поговорим не про открытие, а про закрытие. Tati Beauty закрывается. О чем владелица бренда сообщила у себя на канале в отдельном видео, в котором обещала ответить на все вопросы. В итоге ни на какие вопросы не ответила. Мы просто узнали, что коронавирус подкосил все бизнесы. И то, что мы и так знали, что у нее были проблемы с партнером по бизнесу, который они решали через суд. Мы не знаем, чем закончился этот суд, но, очевидно, ничего хорошего там не произошло. По крайней мере, не в пользу Tati. И я думаю, что закрытие бренда имеет прямое отношение к судебному разбирательству. На данный момент неизвестно, что будет с ее вторым брендом Halo Beauty, который выпускает витамины, потому что там у нее тот же самый бизнес-партнер. Это как бы две разные структуры, но соучредители одни и те же. И, насколько я понимаю, Halo Beauty тоже является объектом судебного разбирательства. И, возможно, с ним произойдет со временем то же самое. Может быть, права полностью перейдут второму этому партнеру, или третьему, точнее, о них втроем. Tati Westbrook, James Westbrook и третий партнер, я забыла, Свенсон его, по-моему, фамилия. В общем, неизвестно пока, что будет с Halo Beauty, но о его закрытии не было объявлено. Что касается Tati Beauty, я не особо, честно говоря, расстроилась. У них в арсенале было всего два продукта. Одна большая палетка, сделанная на заводе Colourpop, с такими достаточно близкими к Colourpop формулами, не идентичными, но похожими. Палетку эту я даже не рассматривала к покупке, потому что для меня она очень сильно рыжая и теплая. Мне ее предлагала на затест подруга дать, поносить, так сказать. Но что-то все время у нас что-то не складывалось, не совпадало. То она не могла, то я не могла. И, в общем, так я эту палетку и не попробовала, и не особо жалею, потому что, не знаю, не думаю я, что я бы осталась в восторге. Основываясь чисто на ее внешнем виде и на тех отзывах и обзорах, которые я видела, некоторые из них были супер положительные, некоторые из них были очень нейтральные, некоторые из них были отрицательные, но в целом у меня сложилось впечатление, что мне, скорее всего, эта палетка бы не зашла. Палетка называлась Volume 1, и я, конечно, ждала, что если выйдет Volume 2, которая будет более в холодной цветовой гамме, что вообще-то Татя не свойственна и не характерна, но а вдруг? Я бы как бы обдумала возможность покупку ее. Но все, теперь это дела давно минувших дней. Думаю, что когда-нибудь Татя снова вернется в бьюти-бизнес и начнет создавать новые бренды, новые продукты, но, скорее всего, не раньше, чем полностью закроются все вот эти вот судебные дела с ее партнером. А пока нет никаких обновлений по бренду Hello Beauty, это значит, что все еще там в процессе, и ничего еще не закончилось. Ну и хватит про бренды, давайте уже конкретно про продукты новые. Вы наверняка все уже в курсе, знаете, я во вкладке сообщества писала даже несколько раз, что у марки Huda Beauty вышла новая коллекция, звездой которой является палетка под названием Rose Quartz. Также в нее входит в коллекцию в смысле хайлайтер такой гелеобразный с этими жемчужинками, как это называет Huda, и яйцами насекомых, как это называют на просторах интернета, а также блеск для губ, три кисти и косметичка. И должна сказать, что от этой палетки я пришла почему-то в неописуемый восторг и, в общем-то, недолго думая, ее взяла. Во-первых, потому что в маленькой палетке Huda Beauty Nude Light у меня в таком розовато-фиолетоватом пыльно-розовом оттенке внезапно появилась дырка. В этой палетке 100% будут оттенки, которые, если не идентичны, то, по крайней мере, очень близкие и перекликаются, так что она отчасти закроет мои потребности. Во-вторых, вообще такую пыльно-розовую гамму я, конечно, очень люблю. Я и сегодня в такой пыльно-розовой гамме накрашена. В-третьих, судя по сводчам, там потрясающие сияшки, дуахромы или, может быть, даже мультихромы. Очень красивые по внешнему виду. Мне будет очень интересно посвочить их рядом с J.D. Glow или с Pat McGrath или с Cleone и показать вам, есть ли какие-то сопоставимые формулы. То есть, если вас, допустим, из этой палетки интересуют только сияшки, может быть, я вам смогу подсказать, где купить только такие сияшки. Ну, в общем, заинтересовала меня очень сильно эта палетка. В принципе, вся она, на мой вкус, хороша. В ней бежевые нейтральные холодные, в ней розовые такие припыленные холодные, в ней красивые сияшки. Один этот оттенок, опять же, с жемчужинками или яйцами насекомых, меня даже не сильно смутил. Потому что меня даже, если честно, в какой-то момент заинтриговал этот хайлайтер. Мне захотелось его купить. Не знаю, что со мной такое произошло. Я как бы не испытываю большого негатива по поводу этой текстуры, которая в первый раз появилась у Huda в прошлой большой палетке Нотти, по-моему, которая называлась. И у всем, конечно, просто взорвало мозг. Это кремовая текстура теней с вот этими вот жемчужинками. Я как бы к этому рефилу никогда особого отвращения не испытывала, как многие декларировали, что их прям тошнит. Но, с другой стороны, я и понимаю, что это тот продукт, который в палетке теней у меня будет абсолютно не востребован. У меня и так плохая стойкость теней на веках. И далеко не все базы мне подходят. И даже на тех, которые подходят, не всегда у меня держатся как прибитые тени. Если очень жарко, у меня потеют веки, и никакая база не держит. И если у меня слезятся глаза, то тоже никакая база это дело не спасает. И я прекрасно понимаю, что подобный блеск для век ни в качестве основы, ни поверх теней мне ничего не даст. В том смысле, что стойкость будет не какущая совершенно. И я прекрасно также понимаю, для чего Huda выпускает подобные оттенки, для чего она сделала подобный хайлайтер. Это, конечно, очень хайповая вещь. И мне кажется, если бы не было у нее в каждой палетке чего-то вот такого эдакого, то фиг бы, кто вообще про ее бренд знал и говорил. Я прекрасно понимаю, для чего она это делает. Я видела у некоторых блогеров, они вопрошают прямо, зачем? Кто об этом просил? Я такая, кто об этом просил? Вы, которых это все так сильно цепляет. Пока цепляет, будут эти оттенки продолжать пихать. Сейчас, кстати, я слышала, Essence выпустили палетку с аналогичным оттенком. Один из них мраморный, а второй вот такой же прозрачный с яйцами. В общем. И при том, что я знала, что от такой текстуры в палетке мне никакого толку не будет, почему-то в виде хайлайтера меня это страшно заинтересовало. Но потом я посмотрела на его цену, 32 доллара, порассуждала, так подумала, и решила, что я сначала все-таки куплю палетку, пощупаю этот оттенок, попробую его использовать как хайлайтер, тот оттенок, который в палетке как бы блеск для век, но это же такая же формула, как и в хайлайтере, я попробую его использовать как хайлайтер, и, может быть, мне хватит этого одного маленького рефила. Может быть, я пойму, что мне эта формула не годится, не нравится в качестве хайлайтера. А может быть, я пойму, что да, это классная штука, но в неправильном цвете мне нужен именно хайлайтер в том цвете, который мне подойдет. В общем, решила я, что я сначала разведаю обстановку, так сказать, а потом уже буду думать. Но да, что-то странное со мной случилось, я захотела почему-то этот хайлайтер с жемчужинками или с яйцами насекомых. Отговорите меня, а может быть не надо, я не знаю. В общем, если вы на самом деле пробовали уже этот продукт, потому что до меня палетка все еще не доехала, надеюсь, что когда вы смотрите, то все-таки хотя бы она уже до меня доехала, потому что я заказала буквально в первые минуты, когда она появилась на Культ Бьюти, на сайте Худы в тот момент, на Сифоре Американской ее еще не было, то есть я в числе самых-самых первых ее заказала, но все еще неделю спустя у меня ее нет на руках. Если вы пробовали этот хайлайтер или если вы пробовали в качестве хайлайтера этот оттенок теней из палетки, то обязательно напишите ваши впечатления в комментариях. Обещаю, я не буду про каждый продукт рассказывать так долго, это просто passion of mine, просто что-то, что всколыхнуло в моей душе очень много эмоций. Вот, например, палетка новая от Rare Beauty вообще никаких эмоций во мне не всколыхнуло, я когда увидела фотографию, значит, надпись «Новая палетка Rare Beauty», я такая «Новая? Это же ее старая палетка, ничего же не изменилось». Ну, конечно, когда поставишь рядом эти две палеточки, то видно, что они разные, но общий вайб, общее впечатление, я уж не знаю, либо потому что такие цвета выбрали, либо потому что настолько превалирует упаковка над самими рефилами. То есть форма упаковки настолько навязчивая, форма рефилов настолько ярко выраженная, что их содержимое просто блекнет и теряется. В любом случае мне Rare Beauty купить проблематично, к нам, насколько мне известно, не возит ни один сайт, ни один поставщик пока что, но, господи, я держу скрещенными пальцами, сжатыми кулаки, что все-таки я смогу на Рождество в этом году хотя бы поехать в Польшу. В польской Сифоре Rare Beauty продается, и тогда я все посвочу, посмотрю, и, может быть, что-нибудь себе прикуплю. Не уверена, что это будет палетка теней, хотя, черт его знает, надо щупать, я не знаю, я по картинкам не могу. Меня не только не смущает формат упаковки, мне нравится композиция этой палетки, но цвета я должна видеть вживую, я как-то не способна оценить их по фотографии. Еще один продукт, не вызывающий у меня абсолютно никаких эмоций, новая палетка румяна от Патри Кота, в которую входит 3 пудровых и 3 кремовых оттенка, и, собственно говоря, если меня не интересовали двушки Патри Кота, где кремовый и пудровый оттенок, то уж палетка на 6 оттенков меня 100% не интересует. Румяна – это самый медленно расходующийся продукт в моей косметичке. Мне сложнее всего прикончить румяна, как, в общем-то, и многим другим бьюти-голикам. Те, кто увлекаются Project Pen, скажут вам, что румяна истратить сложнее всего на самом деле. И хотя я время от времени приканчиваю некоторые румяну. У меня когда-то в начале Инстаграма была фотография абсолютно пустого рефила пудровых румян от MAC, а сейчас вот у меня кремовые румяна от Илья, в которых уже впуклость, то есть я уже их изнутри выковыриваю. Так что я как раз-таки отношусь к категории людей, кто хотя бы в теории может закончить румяна. Но даже я не рискнула бы брать палетку на 6 оттенков. Тем более такие цвета... Вообще вот такой вот розовый, baby розовый, я люблю, мне он нравится. Но вот этот коричневый я очень бы боялась на себя наносить. Я вообще не понимаю. А вот такого среднего оттенка, я его называю клубничный или арбузный, у меня есть румяна, и они, к сожалению, мне совершенно не нравятся. Ну, примерно такого, может быть, не идентичный оттенок. В двушке от JUE у меня один оттенок очень красивый персиковый, такой сатиновый, а второй матовый, вот как раз вот такой вот арбузно-клубничный, и мне этот цвет на себе совершенно не нравится. Так что я этот запуск пропускаю. Что касается качества, я не знаю. Я в последнее время у нескольких человек видела обзоры на двушки именно патрикота, где сухой и кремовый продукт, и слышала такое мнение, что сначала эти румяна были очень на хайпе, и как бы хотелось, и тянулась рука, и хотелось экспериментировать, хотелось с ними играться. Но по факту долговременного использования все-таки пришли к выводу люди, что что-то им в этом продукте не на 100% нравится, либо цвет, либо формула. Ну, тут как бы каждый решает за себя, я слышала также и то, что некоторым эта формула очень-очень нравится, и это их любимые румяна. Я совершенно точно эту большую палетку пропускаю. И по цветам она мне в лучшем случае на одну треть только нравится, и, в принципе, такие большие палетки для лица я не люблю. Я предпочитаю однушки, в крайнем случае двушки, а вообще самый лучший вариант продуктов для лица, палеток с продуктами для лица, это самонаборная палетка со сменными рефилами. Вот это мой джем. Очень красивая, просто потрясающая коллекция от Tom Ford, которая называется Lost Cherry. В нее входит палетка теней, кушен, помада и духи. Кстати, я их никогда не пробовала, они у нас в Латвии одно... они у нас в Риге одно время продавались, но я что-то их так и не занюхала. Если сейчас снова они появятся, надо это дело исправить. Тени я 100% пропускаю, потому что была у меня одна палетка теней Tom Ford. Как-то мы не подружились с ней, я ее продала, и, кстати, новая ее владелица очень довольна оказалась, так что все дело вкуса. Но в данном случае меня цвета совершенно не цепляют, а покупать ее только ради ее потрясающе красивой красной упаковки я все же воздержусь. Кушен... мне ужасно он нравится, но я уверена, что это слишком дорого для меня. Я бы рассмотрела этот вариант, если бы у нас продавались бы они оффлайн, и я могла бы посвочить, посмотреть, что мне действительно подходит цвет. Но поскольку этого, скорее всего, не произойдет, то я пас. И, кстати, то же самое с помадой. Вот тут интересно, на некоторых слайдах она такая очень холодная, красная, почти вишневая, на других слайдах она такая красно-оранжевая. Поэтому я ее не рискну покупать онлайн. Если не смогу посвочить, посмотреть хотя бы живьем, не обязательно свочить, но хотя бы увидеть стик живьем, то я не буду рисковать. У меня есть две помады от Tom Ford. Они мне... одна прям очень-очень нравится в абсолютных фаворитах, вторая... ну, у нее просто цвет такой специфический, ярко-ярко-вырвиглазно-розовый, почти что неоновый. Она мне нравится, но, конечно, это не на каждый день, под настроение только такая помада. Ну, то есть я, в принципе, подружилась, можно сказать, с продуктами для губ от Tom Ford. Ну, и несмотря на то, что мне не нужна красная помада, еще одна, я не уверена, что если бы я увидела вот такого цвета, вот такого вот вишневого цвета помаду живьем, то я смогла бы устоять и не купить ее. Если она красно-оранжевая, тогда, конечно, мне будет легко сдержаться. А если вот такая вот холодная и с синя-красная, как раз то, что я люблю. Может быть, я бы и не удержалась. То, от чего мне будет очень легко удержаться, новые палетки от Наташа Денона Glam Face & Eyes. Они выходят в двух разных цветах. Одна для более светлых оттенков кожи, другая для более темных. И в них входят в каждую пять оттенков теней в обычной формуле сухой Наташа Денона. И два кремовых продукта для лица, румяна и хайлайтер. Совсем недавно было у меня на канале видео с моим обзором всего всех палеток теней, которые я попробовала от Наташи Денона. Можете вот здесь по всплывающей подсказке его посмотреть. И должна сказать, что я не подружилась с ее формулой. Я поняла, что мы с Наташей не созданы друг для друга, если так можно выразиться. Я не могу сказать, что это плохая формула. У нее масса поклонников, и наверняка они что-то в этом находят. И для них это что-то удобное и приятное и полезное и качественное. Но мне с ее тенями очень тяжело. И по этой причине я решила временно приостановить вообще знакомство с этим брендом. Я избавлюсь от всех палеток, которые у меня есть. Оставлю только одну мини. И буду последующие релизы очень так внимательно, очень трезво и рационально оценивать. И только если будет какая-то небольшая палетка, которая будет просто вау по цветам, и все цвета мне будут нравиться, тогда я буду обдумывать покупку. Эти палетки слишком теплые, чтобы мне нравиться. И я сто процентов не хочу, чтобы у меня в одной палетке было пять оттенков для глаз и два продукта для лица. Опять же, все расходуется неравномерно. Я, допустим, если куда-то поеду, не всегда захочу в паре именно эти оттенки румян с этими оттенками теней использовать. В общем, мне такой формат не нравится. Повторюсь, мой идеал это либо когда каждый продукт отдельно, ну или там, допустим, пятерка теней и продукты для лица отдельно. Или это должна быть самонаборная палетка, куда я могу напихать по своему желанию то, что мне в данный момент нужно. Те там румяна, те хайлайтеры, те тени, вот то, что хочу, то и ворочу. Это явно не тот вариант. Ну и плюс мне не нравится формула теней Наташи Денона, ну и плюс слишком теплые на мой вкус оттенки. Интересующий меня продукт, хотя я тоже не буду его покупать, если не смогу посвочить вживую. Это новые цветные карандаши. Я не уверена, они для глаз или они для всего чего угодно. Да, они не заявлены, что это айлайнер, это просто мейкап пенсил, то есть теоретически можно для чего угодно использовать. И здесь у нас 16 оттенков. Забыла сказать, это бренд Нарвина, который вроде как все больше и больше выходит в отдельную компанию. То есть в данном случае, насколько я вижу, на упаковке даже уже не пишется, что это ABH или Анастасия Беверли-Хиллз. Просто бренд Нарвина и все. Оттенки очень красивые. Фиолетовый меня смущает, мне кажется, на мой вкус слишком теплый. Я люблю более холодный фиолетовый. Но я бы посмотрела и посвочила, ну и, конечно же, дождалась бы обзоров. Но так вообще цветные карандаши мультифункциональные, это интересно. Подобный продукт был у Линды Халберг. И, наверное, до сих пор на самом деле есть у нее карандаши, которые она выпускает. Годятся для глаз, для губ, ну и, естественно, для тела. Понятно, что то, что можно наносить на губы и на слизистую глаз, можно уже и на все остальные места наносить. И я, кстати, вот не знаю, здесь ничего не сказано, просто make-up pencils. Можно ли их на слизистой использовать, можно ли их на губах использовать, непонятно. Надеюсь, что они будут хорошего качества, потому что оттенки здесь довольно-таки красивые. От марки NABLA сразу два новых запуска. Во-первых, они выпускают Regeneration Uplifting Creamy Concealer, который мне очень интересен по описанию, но не очень интересен по форм-фактору, честно говоря. Наполненный активными ингредиентами, клинически тестированный, чтобы эффективно улучшать вид темных кругов и мешков под глазами. Такое словоблудие. Клинически тестирован, чтобы эффективно улучшать вид темных кругов. Думайтесь, то есть он не убирает, он улучшает их вид. Темные круги под глазами становятся прекрасными. Ну, это понятно. Закон о рекламе требует, чтобы не обещали того, чего не могут выполнить. И бренды стараются это обходить по-всякому, но в данном случае получилось редкостное словоблудие. Кремовая и подвижная текстура, которая дает разблюренный сияющий финиш. Вот кремовая подвижная текстура с сияющим финишем это то, что мне нравится в консилерах. Так что вот тут они меня уже немножечко подкупили. Среднее покрытие, которое наслаивается, стойкость весь день без того, чтобы проваливался в морщинки, идеальный для подправления макияжа, потому что он в ручке, из которой выкручивается консилер. И вот это мне больше всего, честно говоря, не нравится. Я в данном случае даже не про то, что это не гигиенично, хотя моя коллега-блогер Аня списывалась с владельцем или с гендиректором компании Nabla в личке в Инстаграме и спрашивала, а как же вы рекомендуете использовать этот консилер визажистам, если невозможно продезинфицировать эту дулю, этот наконечник. И он сказал, что, мол, тогда надо выдавливать на руку или на палитру, но сам Инстаграм Марки показывает все время, что прямо из этой дули наносят прямо под глаза. Меня даже не беспокоит, честно говоря, гигиеничность, потому что я пользуюсь своей косметикой одна, и если кто-то ко мне приходит из моих подруг и хочет, чтобы я накрасила, ну им придется просто принять тот факт, что я не профессиональный визажист, и у меня нет всех косметических средств в идеально продезинфицированном состоянии. Но мне вот по примеру вот этого вот хайлайтера от Шарлотты, то, что остается на этой дуле, оно потом смазывается внутрь крышки, и потом оно оттуда переносится на вот этот вот корпус. Это страшно бесит. Это очень некомфортно, очень неприятно. И для того, чтобы я была готова это терпеть, это должен быть феерически прекрасный продукт, как вот этот вот хайлайтер от Шарлотт Тилбори. Не знаю, настолько ли феерически прекрасен консилер от Nabla, и не уверена, что я хочу это на себе испытывать. И у меня, с одной стороны, есть мой любимый Revolution Pro Full Cover консилер, который устраивает меня просто по всем статьям, и, с другой стороны, есть какой-то жучок сомнения, есть уже у меня какая-то потребность в эксперименте. Я уже начинаю подыскивать новый консилер, который я бы хотела попробовать, который, может быть, а вдруг окажется так же хорош, как Revolution Pro. И консилер Nabla по описанию звучит как что-то, чтобы мне понравилось, но этот формат выпуска меня смущает, и, скорее всего, я его не куплю. Хотя дождусь обзоров, может быть, будут говорить, что это просто второе пришествие Иисуса Христа, и самый лучший консилер, увлажняющий для сухих подглазей, и тогда, может быть, я наплюю. Я же наплевала и купила вот этот хайлайтер Шарлотт Тилбори, и действительно он самый лучший. Вот, ну вот правда, вот из кремовых хайлайтеров он просто лучший. Просто факт. Ну, я не знаю. Это очень высокая планка, должна быть качество продукта, чтобы простить такую упаковку. И второй продукт, который выпускает Nabla, это кремовые двушки румян. Точнее, один рефил – это румяна, а второй – это прозрачный бальзам. Причем по промо-фото непонятно, какой из них румяна, а какой прозрачный бальзам. Ну, думаю, что прозрачный, наверное, тот, который светлый. Хотя вот в двушки, где один холодный розовый, а второй баклажановый, баклажановый румяна и розовый бальзам. Или баклажановый – это прозрачный бальзам. Никаких свочей я, к сожалению, пока не нашла. Есть как бы фотографии на людях, как это выглядит, и тоже там непонятно на ком, как бы какая двушка применена. В общем, надо ждать, конечно же, свочей. Я не знаю. Не нужны мне, в принципе, конечно, новые кремовые румяна. Всего у меня хватает, но это, по крайней мере, тот продукт, которому хотя бы в теории в моей косметичке может найтись место. Но так вот с наскоком мне нравится вот эта двушка, где очень холодные пыльно-розовые румяна и второй рефил такой баклажанового цвета, как оттенок Extreme Albergine у Pet Magrat в Bronze Seduction. Но что из них румяна, а что из них бальзам – непонятно. Если румяна – это баклажановый для просто очень смугных девушек, то для меня это, конечно, пролёт. А если там какая-то другая ситуация, то, может быть, я и заинтересована. Не знаю, надо, короче, дождаться свочей. Без свочей, без обзоров я это точно покупать не буду. Не настолько я фанат каннабла, чтобы рисковать, покупая что-то, не глядя. То же, то, что я покупать не буду… Блин, вообще в прошлый раз, когда я рассказывала про эту марку и говорила, почему я не буду покупать новый релиз, я попала на несколько очень-очень неприятных комментариев. Давайте сразу договоримся. Если я что-то не хочу покупать или говорю, что я наслышана о негативном опыте или насмотрелась негативных обзоров, это же не значит, что я ругаю этот бренд. Я просто объясняю, почему я не планирую покупать. Меня очень удивляет, что люди настолько лично воспринимают, причём даже не мою критику бренда, а просто моё нежелание вступать в парасоциальные отношения с этим брендом. То есть нежелание моё становиться фанатом, у которого закрывается ширма, они воспринимают почему-то как личное оскорбление моё им. Это не так. Не собираюсь никого оскорблять, но новые тональные от Лизы Элдридж я покупать не буду. По нескольким причинам. Во-первых, самое главное, почему я не покупала ни один запуск Лизы Элдридж и не собираюсь пока что начинать, это очень уж слишком сложно всё это происходит. Минимальные партии. Всегда нужно ждать ресток. Раскупают, разметают в первые же минуты. Потом нужно ждать, пока тебя отправят. Потом до тебя это долго едет. Доставка очень дорогая. К нам ещё и растаможка действует. Лиза Элдридж сама из Великобритании, и я не знаю, где производится её косметика, но к нам она доставляется с необходимостью платить растаможку, что на 21% увеличивает стоимость, плюс дорогая доставка. Вы понимаете, насколько вырастает в цене эта косметика, при том, что она сама по себе весьма и весьма недешёвая. Плюс вот эти вот сложности, что ждать, пасти, потом торопиться, потом что-то не получилось, потом опять ждать, потом опять пасти, потом опять ждать. Ну, блин, слишком много гемора для косметики. При этом я, например, готова стерпеть то же самое от Клеона Косметикс. Ждать ресток, сидеть, пасти, пропадать будет прямо из корзины то, что раскупается, платить дорого за доставку, за растаможку. Там такие феерические продукты, что я как бы готова мириться с такими нюансами. У Лизы Элдридж я не знаю, я не пробовала, я не могу судить о том, настолько ли они феерические, её помады, румяна, хайлайтеры. По крайней мере, пока что у меня не возникало желания рискнуть и проверить. Что касается этого тонального средства, я уже насмотрелась обзоров, потому что девчонки покупали при рестоке помады, и можно было выбрать пробники тонального средства, которые шли в подарок к этим помадам. Так что тональник попробовали уже многие, и насколько я могу судить, мнения разделились 50 на 50. Одни говорят, что это потрясающе и сидит как вторая кожа, другие говорят, что что-то не то, подчеркивает текстуру, подчеркивает сухость, проваливается в поры. Короче, это не волшебное средство, которого ждали многие от Лизы, что если Лиза сделает тональное средство, то оно будет прям идеально для всех, но так не бывает, ничто не бывает идеально для всех. В данном случае это такая же лотерея, как и всегда, только без возможности для меня, по крайней мере, нормально затестить, попробовать, выбрать оттенок. В общем, я не буду рисковать. Ну и, конечно, дополнительно то, что меня вымораживает в этом релизе, это то, что банка тональника стоять может только в своей коробочке, в своей упаковке. То есть для нее нужно выделить специальное место на столе, где будет стоять вот эта база упаковки, и в ней только будет находиться эта штука. Иначе она будет кататься у вас по всему столу. Имея сама дизайнерское и художественное образование, я очень четко отдаю себе отчет в том, что дизайн действует по принципам польза, прочность, красота. То есть сначала функционал, что этим удобно пользоваться, что оно стоит, никуда не укатывается. Потом польза, то есть оно не ломается, не трескается, не бьется, не слазит с него эмаль, и только потом красота бутылки. Если первых двух пунктов нет, для меня красота не важна уже. Потому что если мы выносим за скобки удобство, пользу и прочность, то есть качество самого продукта физически, и остается только эстетика, это уже не дизайн, это уже какое-то высокое искусство, это инсталляция, это не тональное средство, то есть функциональный продукт, это какая-то арт-инсталляция. Я не собираюсь за свои деньги покупать арт-инсталляцию, в которую налит тональник. Чувствую я, что снова отгребу по полной программе в комментариях, потому что Лиза такой персонаж в интернете, которого все просто обожают, и с ума сходят, и не терпят в ее адрес никакой вообще критики ни малейшей. Ну, как бы ничего не могу я сделать, вот такое вот мое мнение. Прекрасно понимаю, что у вас может быть другое, и, как говорит Ангелика Ньюквист, это не значит, что мы не можем быть друзьями, просто наша беседа, наша дискуссия должна протекать в дружеском виде, вежливом формате и со взаимным уважением. Если вы готовы подискутировать в таком виде, то милости прошу в комментарии. Если вас глубоко оскорбило то, что я сказала, и вы считаете своим долгом объяснить мне, как я не права и какая я плохая, какой у меня плохой вкус и так далее и тому подобное, сэкономьте мне и себе время и нервные клетки, и просто уходите по-английски. Вот и все, о чем я сегодня вам хотела рассказать. Если вам было интересно, чем я накрашена, на глазах у меня палетка Dior Backstage Cool Neutrals 002, и на губах блеск Fenty Beauty в оттенке Fassy. Если видео вам понравилось, показалось интересным, не забудьте поставить ему лайк. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные ролики. И если сейчас еще что-то хотите посмотреть, то кликайте по одной из двух всплывающих подсказок на экране, а мы с вами совсем скоро увидимся. До встречи!